почему все так стремятся на рождество в европу или в вену или в австрию или еще куда-то ну может потому что здесь очень красиво хотя бы просто взять эти фонарики да вы угадали вы на канале у бряникова и сегодня я расскажу вам про рождественские рынки но давайте сначала к истории вернемся уже более 700 лет рождественские рынки занимают особое место в сердцах венцев и гостей этого города еще альбрик первый в 1296 году организовал первый декабрьский рынок он тогда не называлась не назывался рождественским и разрешал в этом месте центре вены проводить торговцам и купцам где они могли продавать свои изделия а уже чуть позже в 16 веке томас марк как он раньше назывался был переименован именно современное название крис киндл марк вообще в самой вене современной вене 17 рождественских рынков мы сейчас с вами находимся на карлс плац почему я выбрала именно этот рынок я вам сейчас расскажу у меня есть коллега кафе с которым я снимаю stories он говорит сегодня мы с друзьями пойдем пить пунч карл скирхи она за мной я говорю а почему ты не нападешь например на ратуш к ратуша он год ну у ратуши такое попсовое место туда очень много туристов приезжает а у карл скирхи очень аутентичная куда приходят именно местные жители ну вы знаете я вот смотрю по количеству людей а сегодня всего лишь среда то есть среди недели людей тут конечно полно и мне кажется тут также есть туристы но опять же этот рынок не так легко найти потому что он хоть он и находится в центре вены но он разделен такой вот дорогой которая не украшена как сам центр вены как пешеходная улица но это по моим ощущениям и как бы просто обычному туристу если он целенаправленно не ищет какой-то аутентичный рынок не найти его пойдемте смотреть что продают на этом рынке про историю я продолжу в следующем эпизоде а после него мы пойдем смотреть что продаются на этом и кстати мы с вами посетим сегодня не один рынок не только этот мы еще сходим с вами все-таки кратуша давайте мы теперь немножко углубимся в историю рождественского базара и узнаем когда же появились первые аналоги современного рождественского рыночка это было в 1722 году на фрионге он был тогда еще под названием николау байнахты криппенма криппа переводится как ясли более ста киосков были перенесены на площадь хофф около 1840 года чтобы предотвратить конфликты с регулярными рыночками на фрионге то время как классические ежегодные рынки были вытеснены из современного мегаполиса рождественский рынок утвердился в девятнадцатом веке под его современным названием крискин долл акт а в начале двадцатого века рынок впервые засиял благодаря электрическому освещению во время и после войны рыночек неоднократно менял свое местоположение в том числе он был и на штефанс плац и ноябау геттл и на мессе плац сегодня это музейный квартал тот который музеем с квартир 1959 году перед ратушей впервые была установлена традиционная рождественская елка а с 1975 года на протяжении многих лет радхаус плац служила местом проведения венского рождественского рынка сегодня в вене насчитывается около 17 адвент адвентских рынков 10 различных районов как я уже и говорила 2020 году из-за пандемии венские рождественские рынки не состоялись это было в течение двух лет в прошлом году они уже вернулись а в этом году традиция адвента возвращается вену полноценно альт вина крыскингл мак празднует свое 35-летие и радует своей костей традиционными культурными программами и высококачественными предложениями слушайте ну на самом деле вот я сейчас зашла внутрь это вот снаружи кажется что людей много а так если посмотреть то возле палаток ну почти никого нет мне кажется мы сегодня что-то здесь попробуем сейчас я вам покажу одно классное место почему все стремятся именно на этот рождественский базарчик а потом пойдем пить пунчи посмотрим заодно цен вот это место сейчас я вам покажу все знаете почему мне нравится почему люди сюда стремятся особенно люди родители с детьми пойдем потому что потому а где где же а вот он штрафельцо ну во первых здесь есть вот такое вот место мне так нравится эта дорога тут нужно работать ногами знаете по моему это с какого-то я думаю начала двадцатого века вот вот эта дорога мне даже с бэбиком маленьким поехал катать его смотрите класс вот и второе место которое мне которое меня очень сильно привлекает и родители с детьми тоже это вот этот вот штрафельцо если по-русски перевести то это контактный зоопарк вот я вспомнила слово пойдемте вот здесь написано не кормить но кто слушает их видите вон козочку вот она красавица пойдемте смотреть дальше их тут по моему кто-то подошел а нет не подошел тут одна козочка что ли а вон вторая там тоже есть ну вот смотрите вот здесь сена сейчас а летом в этом месте все заполнено водой некоторые смельчаки летом ходят сюда купаться ну я не знаю они не совсем на смельчаков похожи они больше похожи на юродивых ну то такое а сейчас пойдем пить пунш я уже увидела минимум три палатки где продают пунш нужно выбрать самый вкусный как это узнать методом тестирования я уже короче взяла ягодный пунш просто обновила новые перчатки на карлсплац он стоит 5 евро и 5 евро залог сейчас попробую ох они не пожалели рома вообще не пожалели кстати вы знаете что у каждого пунштанда палатки с пуншем свои чашки вот например вот это что то связано с искусством и ручным трудом арт адвент называется очень красивая чашка вот эти вот 5 евро которые я заплатила дополнительно 5 евро стоимостью пунша это оплата за чашку если вы ее не возвращаете то вам не возвращают деньги возвращаете чашку возвращают деньги очень красивая чашка тут 025 и вкусный пунш я немножко улетела от пунша но это я не должна была пройти мимо я хочу показать меню кстати я хотела сказать что я выбрала палатку очень удачно пунш мне понравился чувствуется что его готовили свежим то есть не из татарапака ладно давайте посмотрим меню что здесь предлагают традиционные австрийские вот эти вот блюда кезе шпецли затем краудфлейкаль это такие такая вермишель с капустой вон она кстати покупает женщина вот это вот блонд сынгрёстл это кровавая колбаса кровяная кровяная колбаса и ее поджаривают на гриле и подает с хлебом а еще очень классная штука это оффен картофель это картошка такая большая ее запекают и подают с различными соусами очень вкусно я сейчас не голодная поэтому покупать не буду классная штука советую попробовать вот эти краудфлейкаль вон вермишель с луком с капустой и с шинкой вот так это выглядит мне парень улыбался я уже немножко улетаю от одной кружки пунша а за мной толпа людей которые скорее всего после работы пришли оторваться с друзьями давайте мы сейчас с вами сходим на другой рождественский базарчик этот я оставляю потому что здесь для меня в принципе ничего нового не оказалось обычные украшения аксессуары для дома какие-то арт штучки и и еда идемте к ратуше мы у ратуши я снимала следующий эпизод в один из предыдущих дней поэтому я там за ними перчатками другой одежды смотрите наслаждайтесь я сейчас прошу у человека который продает рождественские всякие подарочки что покупают люди чаще всего у них массажный delight у майсин спайлой в общем он сказал что сейчас очень популярны детские вещи которые вот за мной плоды которые на нем там где написано день рождения иисуса христа и вот вещи для животных вы видели чтобы вы понимали какая огромная очередь за картошкой фри за сосисками жареным то конечно аромат такой стоит шикарный вот цена в сегодняшний 2022 год аромат конечно тут шикарный так тут что-то новенькое в этом году летающие сердце ну как летающие вот вот она вот так вот ползет такого раньше не было правда симпатично все схватили за телефон и снимают я сейчас покупаю морозе короче здесь они стоят 50 штук 5 евро смотрите как прикольно а у них все продумано в этом пакетике вот это вот для лучше для кожуры сейчас попробуем так открываем мама сегодня пробует первый раз жареные каштаны так ммм ммм и вот сюда как же здесь красиво ссорить это все ручная работа давайте посмотрим их цену вот я здесь уже увидела 13 90 что это вот такой вот один шарик а этот пятна 1590 так а вот это вот брошь или что это такое не на это же украшение на елку 10 евро ну ручная работа она такая очень популярная еда лангасы в рождество и чуть чуть позже до февраля где-то их едят сейчас попробуем что это такое это большой кусок теста в чесночном толще такой жирный 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 мы сейчас моим оператором на двоих возьмем одну штуку вот это такая штука сколько она стоит тут можно с разными топика топпингами взять так можно взять пикантный можно взять сладкий со сметанного и с шоколадным соусом вот всякие начинки вот увидите лежит мы передумали мы не будем стоять потому что очередь большая как на другой раз вообще 5550 но я сейчас заплатила 950 потому что они взяли 4 евро за кружку когда ты берешь когда ты возвращаешь кружку они теперь дают обратно 4 евро как говорят австрийцы просто я рада на самом деле что не стою за этими лангасами потому что смотрите какая очередь вот она а вот там вот аж где-то этот киоск с лангасами вот это вот получается продукция для кухни я тут кое-что спросила продавца сейчас вам расскажу мне тут мама заинтересовалась вот этими вот фигурками потому что вот такое печенье можно сделать с ними да мам тебе нравится кивает надо горит купить я только что пообщалась продавцом вот этих вот товаров и задала ему давно волнующий меня вопрос который я однажды услышала и вот хотела уточнить правда ли что люди которые владеют какой-то одной палаткой во время рождественских ярмарок зарабатывают столько денег что они могут на них прожить весь год он сказал так как он не владелец этой палатки а только сотрудник то он не может конечно же прожить на эту сумму которую он зарабатывает но если бы он был владельцем этой палатки то скорее всего да я бы за эти деньги но прошить весь год до следующего ярмарка так зачем же ходят люди на рождественские базарчики за атмосферой за праздником за настроением за пуншем за глинфейном и вкусной едой а также за компанией если у вас еще есть какие-то синонимы или идеи пишите в комментариях зачем именно вы ходите или ездите специально в европу на рождественские базарчики именно в декабрьское и январьское время ну начало января потому что они максимум до 6 января делитесь комментариями и ожидайте следующего видео оно будет точно скоро подписывайтесь на мой канал не забывайте подключать уведомления ваша пряникова из вены пока пока давай поснимаем ты не снимаешь снимаешь а че у меня света нет тут просто очень плохо в нормальную пахнет сыром такой знаете горный тирольский сыр воняет как будто бы вот носки пролежали где-то в заткнутом месте никто не открывал эту комнату ладно нет 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 нет